Первая часть Дабл Драгон, самая жестокая на мой взгляд, на одной из лучших консолей нашего времени. Сразу эпичная музыка стартует, но тоже насколько мне известно здесь нет никаких заставок, блин, первая часть 88 года между прочим, от ребят, которые только начинали покорять вершину 8 бит, Technos Japan Corporation, одна из моих любимых фирм, жаль, что они разорились и их права сейчас принадлежат Arc System Works, которые хоть и продолжили традицию River City Ransom серии Kunio, Double Dragon, но что-то не то уже, если честно. Вообще нет возможности запускаться, сейчас много работы, заботы. Андрюх, ну я честно надеюсь, что прорвешься. Самое главное, здоровье и безопасности тебе, твоей семье, дочери. Надеюсь, у вас когда-нибудь образумится. Так, ладно, первая миссия. Ох, один из самых сложных битэмапов на NES, поехали. В начале, наверное, здесь, кстати, уже был элемент прокачки, между прочим. На, копытом. Блин, так непривычно, если честно. Вообще, очень информативный экран внизу, между прочим. Давайте смотреть, что у нас тут есть. One Player, это количество моего ХП. Прямоугольники желтые. Одно сердечко, это типа у меня прокачка. 620 очков прокачки на данный момент. По-моему, надо 1000 набрать. П-2, это 2 жизни. Больше двух жизней в игре нельзя получить. То есть, крутись как хочешь, если два раза умер. Блин, как женщины избивают, как неприятно-то. О, получил прокачку. На, время есть. Время, это, конечно, неприятный момент в таких играх, но пофиг. Ложь бочку, ты что, с ума сошел? Какой-то пивовар, что ли? Че ты до этой бочки доколупался? High score и high score первого игрока. Вот такой информативный экран и все внизу написано. Double Dragon лучше играть на Game Boy Advance. Павелше, это не обсуждается. Ну, по крайней мере, я уже неоднократно ребятам говорил, самый крутой Double Dragon, по моему мнению, из тех, которые я играл, вышел, как ни странно, на Game Boy Advance. Вот так вот. Дайте еще прокачку. Техносыгры хороши, но управление... Не знаю, я как-то к управлению быстро привык. О, еще одну прокачку дали, отлично. Есть баг, можно как-то по стене ходить. Ой. Без турбокнопок тяжкая она. Блин, Андрюх... Я враг турбокнопок. И лишнее упоминание про турбокнопки на меня действует, как красная тряпка на БК. Я, конечно, не буду тебя заставлять или там... Говорить, откажись от турбокнопок. Но у меня желательно лишний раз про них не говорить. Я ярый... Ярый хейтер турбокнопок. Все. Меня ворот учил, и я даже перезапустил свой челлендж из-за этого. Ну, отчасти из-за этого. Амкол с возвращением. О, кстати, Амкол, а ты Iron Mead заценил сегодня? Это такой... Насущный вопрос, можно сказать. Я, наверное, скину, а Бобу у меня есть уже этот удар. Спидран босса. Отлично. Кстати, вам с Вором на заметку есть каоп-версия этой игры. Какая, Андрюха? Первый Дабл Драгон имеешь ввиду? О, я теперь могу в захват их брать. Отлично. Риверсити Рэнсом тоже парни из игры Дабл Драгон. Только вражеские. Ну, Техно смогли себе позволить. Это все-таки одна фирма разрабатывала. Мне Дабл Драгон Неон нравится. Я еще не играл, даже не видел его. Не, ну, может, видел у кого-то на стриме, но сам не играл еще. Да блин, что вы такие? Там, кстати, коробка с печеньем тук. Офига, они еще и приседают. О, еще и защищают. Турбокнопки не нужны, не знаю кому как. Без турбы топ играется. Да нет, Андрюх, я как-то пробовал с турбокнопкой. Здесь вот эта копыта, вот эта ножка, которую делает наш брательник, она с турбокнопкой очень жестко финальным боссом наваливает. Так что турбокнопка вообще во многих играх решает, на самом деле. Почему жизни каждый уровень цвет меняют? Наверное, какой-то косяк в палитре был. Помните жвачку турбо? Так, я почти еще на прокачку набрал, да? Смотри, что делает, а. Смотри, что творит, какой ты бешеный. На. Ой, он аж туда вниз упал. Бита не пропала, кстати. Андрюх, я что-то, кстати, по-моему для меня это открытие, то что первая часть есть в коопе. Я так понял, хак какой-то? Кто-то постарался. Есть, еще один уровень прокачки взял отлично. Еще нет, сентябрь бешеный на новинке. Ремейк, Хаунтед Кассел в сборнике. Шадоузы Ниндзя Реборн, тот же Уфо 50, еще куча всего. Про Уфо я возьму на заметку, Амкол. Да, мульти турбокнопки дают преимущество во многих играх. Это как бы, ну я не знаю, это глупо отрицать. Там, где тебе приходится мешить, вот сам один из ярких примеров. Гансмог. Попробуйте без турбокнопок пройти Гансмог. Хотя бы пару уровней первых. Вы офигеете, у вас пальцы устанут. Ну и трек энд филд, конечно, еще как пример. Попробуйте трек энд филд поставить мировые рекорды. Прыжок в длину, тройной прыжок. Без турбокнопки попробуйте там высокие результаты показать. Метание копья. Это только самые яркие примеры. Поверьте, таких игр десятки, если не сотни, где турбокнопки облегчают задачу. О, я еще скоро уровень прокачки возьму. Корпс сделал, как и майтик на двоих. Блин, Андрюх, ну для меня правда откровение, что первая часть она тоже вышла в коопе. Буду иметь в виду. Тут есть всякие хитрости спидранерские. Можно как-то боссов скипать, не драться с ними. Но я хочу подраться, так что пофиг. Еще в старых компах на корпусе была кнопка турбо. Ребята, играйте как хотите, я никому ничего не возражаю. Я просто про себя говорю, что турбо не одобряю. Все. Проходите как хотите, с накрученным турбо, с дефолтным турбо, не знаю там. Меня главное не тревожить этим вопросом. Я отказался от турбо для себя уже на 100%. Да, игра ошибок не прощает, но тем не менее, за восемь с половиной минут до третьей миссии добрались. Я немножко трачу время, на самом деле можно было побыстрее. Просто очень охота прокачку пораньше получить. Эх, не попал. Музыка классная, кстати. Куда ты ножом своим замахиваешься? . Андрюха, ты проходил с кем-нибудь? . Гансмок – это боль, да? Юки Оник в курсе, блин, Юки я помню твои страдания, Я был на этом стриме, когда ты Gunsmoke проходил. Я тебя таким злым, по-моему, ни разу не видел. Извини, что напомнил тебе про эту игру. Вообще Gunsmoke прикольная. Но она становится прикольной, когда ты оружие какое-нибудь купишь себе, лошадку найдёшь. Играть Gunsmoke на дефолте, это такое себе. Джитрам, привет. Андреас, здорово. Блин, ребят, ещё раз извиняюсь, если кого-то пропустил, не поздоровался. Спасибо, что в этот воскресный вечер решили составить мне компанию. Какая прекрасная музыка заиграла. Сегодня ещё несколько игр есть на примете, так что кому интересно ретро, не расходитесь. Не знаю, как Double Dragon закончится, хотелось бы пройти, конечно. Ну, посмотрим. Чат, как обычно, если что, вернусь после прохождения. Потому что уже сейчас вижу, что много чего не успеваю. Кстати, когда у меня оружие в руке, я не могу никого в захват брать. Может, и к лучшему. Ножик ещё лежит. Всё, норм. Спасибо, Андреас. Спасибо. Ещё бы с Ютубом было всё норм, а то что-то как-то грустно. Ты просто запинал его, даже не понадобился удар битый. Локоть вкачан? Точно, Андрюх? Потому что локоть мне нужен для Абоба. Проходил весь Нессовский гансмок без турбокнопок. Больше никогда не хочу. Подожди, Амкол, а ты что, даже дополнительное оружие не выбирал? Или пользовался хотя бы на боссах? Там же есть машин-ган, который становится как с турбокнопкой как будто. В мультике Ральф был гонщик турбо. Я не смотрел, да и на. О, реально, Андрюха, у меня есть локоть. Хорошая новость. Абобу лучше локтями бить. Я не хочу с ними напрямую драться. Очень неприятный враг. Такого леща пропишут, что мало не покажется. Их что-то заклинило, кстати. Ну вот, всё, четыре локтя и достигнули. Сила локтя. Ой. Он ещё жив. Всё, сила локтя. Абоба отлетели просто с четырёх ударов. В каких-то играх турбо подводят. Ну, таких единицы, на самом деле. Ой-ой-ой, первая неприятная локация, где... Да ты что, головой бьёшь? Ты что, дурак, что ли? Я не хотел головой бить. Вот если вперёд-вперёд нажать, он, типа, плевка что-то делает. Ну, блин, ну только не здесь умирать. Я не хочу. Сосульки прекратите. Я не хочу умирать. Ой, проскочил, отлично. Демиан, насчёт Goodbye DPI тоже разные истории ходят. Были случаи, когда и он не помогал. Я не знаю, от чего это зависит. Меня ещё раз скажу на Google Chrome. На Chrome у меня расширение... SpeedTube называется. Блин, вот эти ребята тоже много кп, так отнимают. Максимальная прокачка уже, нифига себе. Да, печально с YouTube. Только тебя на YouTube смотрю. Блин, Андрес, ну, я не знаю. Не хочу быть навязчивым, но... Мне кажется, если ты хочешь с комфортом смотреть любимых стримеров, надо всё-таки чем-то пожертвовать. И зарегаться где-нибудь ещё помимо YouTube. Либо Twitch, либо VK Play. Потому что дальше неизвестно, что будет. VK Play, он хотя бы надёжен тем, что это наша платформа. Сейчас 7 человек на VK Play. Спасибо, ребят, кто там сидит. Вроде никто особо не жаловался. Я лично уже давно соскучился по твоему ивенту. По какому, Дим? По прохождению... Ой-ой-ой, я сейчас чуть не свалился, между прочим. Это напряженный момент был. Неприятное место тоже. Есть люди, которые ругают вторую часть Double Dragon за платформинг. Но мне кажется, в первой части с этим ещё страшнее. Халк Абоба, иди сюда. Когда в баттле ещё нельзя турбо было юзать. Амкол, по-моему, там всего лишь два баттла таких было. Спасибо, Андрес, твоё право. Я навязывать не буду. Хочешь смотреть на YouTube, пожалуйста. Оставайся на YouTube. Я как будто сейчас врезался в него. Чё происходит? Ааа, спинка. Как же локоть решает на этих Абоба? Блин, а третья миссия не хочет кончаться. Она всё продолжается. Ай. Женщины, хватит меня избивать. Вы чё творите вообще? Двойной дракон бьёт боевую жабу. Может, Абоба, кстати, реально в баттл-тотс косплеил? Так, женщина, чё вы за мной пошли? Вот это так прикольно, что можно избивать людей, которые лезут по местнице. Они такие беззащитные в этот момент. Плюс в чат у кого с YouTube всё норм. ОМОН ни у кого с YouTube не может быть норм, на самом деле. Блин, а может, я зря сюда пришёл? По ивенту, который не так часто проводишь, по этому ивенту соскучился. Ну ничего, Дим, ничего, прорываемся. Уже две игры есть на сегодня. Двери открылись? А почему там же женщина осталась? А куда женщина ушла? Женщина ушла просто. Я первый раз такое вижу. Здесь тоже можно не избивать всех. Она просто обиделась, что я её покинул. Ну ладно, как бы не хочешь драться, твоё право. Ой, ну что, самая веселуха начинается. Стеночки. Ну что, пропустят или нет? Да, Андрюха, начинается самое веселье. Ай-яй-яй, почти же проскочил. Есть, стенки успех. Один раз всего лишь задели, отлично. Статичный огонь на экране, спасибо. Вы очень старались. Блин, бедный мужик, я в него два ножа зарядил. Может, для тех, кто забугорье, понял это. Блин, Андрюх, ты видел? Меня стенки всего лишь один раз задели. Да, с максимальной прокачкой здесь, конечно, поприятнее играть. В Москве всё равно норм грузится, норм быстро. ОМОН, это всё дело случая, поверь. Я не желаю тебе, конечно, плохого ютуба, но не удивляйся, если в какой-то момент это случится. Вот этого Абоба можно тоже пропустить, но я что-то хочу ему навалять попробовать. Чего он штаны одел, как у меня? Фигел, что ли? Подражаешь двойному дракону, что ли, сволочь? Обычно эти Абоба пропускают, но мне что-то захотелось хоть раз в жизни с ними подраться. Кинслейер, здорово. Извини, если пропустил. Да, вот, кстати, от провайдера зависит, от оператора интернета. Просто всех сбил. Пошёл вон. Я не развернулся. Блин, пока вообще как по маслу всё идёт. Да что? Только сказал. Тихо. Чё-то танцы какие-то начались. У меня Билайн самое Г в этом плане. А менять пока не хочешь. Чё-то у меня как-то быстро... А, кстати, ещё можно же садиться на противниковых. Во, отлично. Вот чё ещё вспомнил. Лёха, привет. Добрый вечер. Хотя у тебя ещё день, наверное. Для меня твой ивент как бальзам для ран. Блин, Дима, это слишком откровенное признание. Спасибо, конечно. Так, а четвёртая миссия сейчас в самом разгаре. Чё, мужик, не умеешь прыгать, что ли? Иди сюда. Прыгай сюда. Чё ты там стоишь? Вот я здесь. Иди сюда, иди. Сюда прыгай, сволочь. Чё-то не хочет. Ну ладно. Лет 15 на нём слишком привык. Привычка это дело такое, да. О, нифига, Васёк, здорово. Странно, вот здесь двери не открываются. Тоже не хотят драться. Ну ладно. У меня на Билане работает отлично. Вот видите, тут вообще непонятная какая-то ситуация. Такое ощущение, что не только от оператора зависит, но ещё и от региона. Ему чё, плохо стало, что ли? Чё с ним происходит? Смотрите, чё с противником происходит. По-моему, у него какой-то нервный день сегодня. Дружище, ты не волнуйся так возле лестницы. Там ничего сложного нет. Наступаешь ногами на ступеньки и начинаешь спускаться. О. Ну ты поздно сообразил, дружище. Я с тобой уже не буду драться. Посмотрите, какой упертый. Он за мной лезет. Ему пофиг, что там не подняться. Всё, он обиделся. Стоит просто на месте. Отлично. А Боба и мужики танцуют танец, скитлстрянки. Двери то открываются, то наоборот. Да, есть такое. Ладно, одна из самых неприятных комнат преодолена. Осталась финишная прямая. Пока неплохо идёт. Да что ты не даёшь ударить себя. Яй-яй. Да что вы творите? Дайте в захват вас взять хотя бы. Яй. Так и есть. Ютуб зависит и от оператора, и от региона. Да, кто бы мог подумать, что когда-то такая ситуация вообще случится. Хотя, с другой стороны, про закрытие Ютуба ещё в прошлом году активно начали рассуждать. Просто тогда это воспринималось, как какие-то слухи. А сейчас, видите, начали сталкиваться на живом примере. Уже отношение другое. Ну что, финальный коридор, решающий момент. Ещё два обобы. Реально какая-то фабрика по производству обобы. О, леща прописал. Так, ребята, ну-ка аккуратненько. КПшечка-то не резиновая. Гад, всё-таки успел ударить. Всю жизнь готовился к этому бою. Я надеюсь, он сделал своё мокрое дело не на меня с лестницы. О, сейчас хорошо в захваты берёт. Ему теперь семья откажется. Ну, она же не видела, что так произошло. Да, он будет говорить, что это я сбежал, скорее всего. Никакой официальной информации о закрытии, тем не менее, нет. Блин, Кинслейр, ну не хотелось бы, конечно. Ёй. У меня на Ютубе не такая аудитория, конечно, активная, как на Твиче. Но всё равно, в целом, мне хочется, чтобы... Ой-ёй-ёй, ропер! Ой-ёй, сам именно такой... О! Отлично, хорошо поймал. Ой-ёй-ёй-ёй, ропер не трожь. Очень неприятный босс, на самом деле. Блин, опять попал. Он ещё жив! Блин, три хпшечки! Если попадёт, я умру. Самый неприятный босс. Ну ладно. Первая смерть. Хорошо шёл, на самом деле. Ропер – самая мразь здесь, конечно. Есть какая-то сейвовая стратка. Его как-то можно за экран увести, но я... Не хочу этим пользоваться. Можно как-то увести за экран. Он, типа, там стреляет, выстрелы не проходят. И ты его безнаказанно локоточком избиваешь. Я хочу пока с ним по-честному подраться. Ропер – урон конский от этих выстрелов. Он в два раза буквально попадает, и всё. И уже присминки. Ладно, ничего страшного. Меня на стенках пропустили. Я ещё на стенках мог откинуться. Пока живём. Таймер обновили, кстати, уже хорошо. Да, Васёк, это больше для тех, кто нудес хочет пройти. Мне бы желательно вообще в принципе пройти. Здесь всего лишь две жизни, я вначале говорил. Надо спасти возлюбленную нашего брательника. Тем более, когда второй брат так по-скотски поступил. Хорошо, что ко второй части он образумился. Хотя брательник мог его и не простить после такого. Просто в начале игры ударил Марион под дых, забрал куда-то с собой и увёл. Так, Ропер, ну давай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Ропер. Не выпендривайся только, пожалуйста. Куда ты пошёл? Везло. Везло. Блин, иди с этой стороны. Чё ты там ходишь? Как он ножками семенит в обратную сторону. Вот это напрягает, конечно. Так, ещё попинал. Иди сюда. Ещё жив. Как он чётко расстояние подгадывает. Да блин, заколебал, дружище. Есть, Ропер готов. Отлично, живём. Ну чё, брательник, поквитаемся? Сейчас я тебе напинаю под дых, как ты подруги напинал. Музыка классная, кстати. О, нифига прописывает. Блин, опасно на самом деле. Ну-ка иди сюда. Ещё напинал. Ещё попал. Любят они забиваться куда-то. Пытаются на грамотное для себя расстояние меня вытащить. Не, дружище, я так подставляться не собираюсь. Ой, хорошо попал. Ё-ёй. Фу на тебя. Морально пытаюсь унизить ещё. Так, 73 секунды, пока нормально. Он ещё жив. Там, кстати, ноги торчали из-за экрана. Да блин, чё-то он разошёлся. Хорошо попал, но он ещё жив. 60 секунд. Да хватит. Да хватит. Ну ещё тебе не хватало. Ладно, ещё одна жизнь есть и сейчас сразу с брательником. Кошмар какой-то, ужас. Ну, его тоже вроде можно как-то зажимать там. Ё-ёй. Да смотри, чё творит. Вообще с ума сходит. Кошмар какой-то. Мне ещё повезло, что я две жизни суда донёс. Иди сюда. Вроде столько пеналовый, но всё равно живой. О, ещё с вертухи получил. Быстрее всего его нога, нога, поворот и локоть. Блин, Андрюх, я сейчас повернулся, у меня почему-то апперкот сработал. Иди сюда. Куиндубный босс на самом деле. Чё-то столько пинать его приходится. Ещё жив до сих пор. До сих пор жив. Сколько я уже его отпинал. Я сейчас промазал очень такой важный удар. Да смотри, чё какой. Прям ультует жёстко. Бессмертный как Шреддер. Я не знаю, это ужас какой-то. На, сапперкоты. Да ещё жив до сих пор. Ну, игра уже угорает, что ли, или чё? Пропустила на стеночках. Решила отомстить на финальных боссах, что ли? Да, наконец-то, господи, кошмар. О, Марион там чё-то валялась на кровати. Надеюсь, там ничего такого не происходило. А то ещё куртка брательника висит. Тем не менее, блин, финальная битва без турбокнопок такое себе, конечно. Но всё-таки, как положено, с нулевой жизнью, с двумя смертями, всё-таки получилось. Да, игра хорошая на самом деле. Хоть и последние миссии напряжные достаточно. Достаточно.